Вы смотрите программу «Случай из практики» и сегодня мы говорим о безопасном вождении, особенно для начинающих водителей. И напомню, что гости нашей студии инструктор по вождению Василий Благов и начинающий водитель Елена Носова. Лена, был вопрос еще один? Да, я хотела спросить. Вот, Василий Васильевич, еду я по дороге, впереди регулируемый перекресток, мне нужно повернуть направо, а зелененькая стрелочка не работает. Что делать? То есть она вроде теоретически есть, не снята, но не горит? Ну, стрелочки самой теоретически нет, есть дополнительные секции, в которых должна гореть эта стрелочка. Ну, это самое безопасность и правила. Может, у пироса она правда не горит, вам нельзя оттуда двигаться в правом направлении. Если основная секция горит, имеет три цвета, красный, желтый и зеленый, из которых мы знаем, зеленый это разрешает, что можно двигаться, красный и желтый запрещающий. Если в настоящий момент секция не работает, а горит красный, значит, нельзя ехать обоих направлениях, и тем, кто там соседствует, вам направо. Если же секция горит зеленый основного светофора, а ваша не работает, то вполне возможно, что только туда можно двигаться, а вам нельзя двигаться. Если следующий зеленый вам покажет, что ваша секция не работает, можно принять к сведению, что это неисправность. Ну, что же нам делать, если неисправность? Если на дороге возникло ДТП, мы же ее объезжаем. То есть на общий зеленый светофор, зная, что всем открыто, вы можете по правилам, по безопасности повернуть направо. Ваши пути ни с кем не будут пересекаться, кроме как пешеходов. Будьте внимательны и, естественно, не создавайте им помех, но и не подгонять их никогда. Тем более сейчас, когда это гололед. Даже стоящий пешеход у пешеходного на тротуар и пешеходного перехода может подскользнуться. Это тоже нужно учитывать при прохождении рядом с ним. Ну, вот начинающий водитель все равно в какой-то момент становится опытным водителем. У кого-то это проходит год, два, кому-то требуется десятилетие, предположим. Ну, вот человек стал опытным водителем, он чувствует себя очень уверенно. Даже в какой-то степени самоуверенно, потому что некоторые позволяют себе садиться за руль в состоянии, ну, так скажем, легкого алкогольного опьянения. Аргументирую это тем, что я настолько замечательно вожу, что на автомате я точно доеду и все будет. Ну, вы меня, конечно, извините, нетрезвый водитель за рулем, это не водитель, это преступник. Преступник, которого сразу нужно лишать права и больше ему не выдавать. Потому что если он сегодня вышел из рамок правил, завтра он тоже это может сделать. То есть сейчас же по новым правилам штраф за вождение вырастает, а нужно вообще категорически забирать право. Ну, во-первых, мы с вами знаем, вот, пожалуйста, начинающийся водитель я. Я не могу сказать, что я опытный водитель. Я просто делаю то, что не хотим в данных словах делать. Но садиться за рулем пьяным, ну, не вожать себя, как водителя. Это уже не водитель, это человек, который выпил и пока еще имеет право на самостоятельное вождение транспортного средства. Пока. Если никуда не попадет, не сделает того, чего бы не хотел сделать. Он просто сел, выпивший за руль. Но он не хотел кого-то задавить. Он не хотел никого разбить. Не хотел. Ну, вот сел. Но в любом случае бдительность она уже... Да, то есть он не просто потерял контроль, он перешел эту границу, которой переходить никогда нельзя. Успеем еще один пример разобрать, потому что буквально минутки четыре у нас осталось на это. Давайте. Это у нас на примере... Ну, это чисто из практики, которая непосредственно как преподаватель по вождению, инструктор, у нас есть коммунистическая улица. И если грубо сказать, у нас направление проезжих частей. Ага, это Старовского. Да, это у нас коммунистическая Старовская, это Старовского-Катаева. То есть разница... Разница только в размерах. Только в размерах. Разница только в размерах. Принцип действия один и тот же. Принцип действия один и тот же. здесь то же самое принцип один и тот же безопасности вот если допустим вы стоите первым автомобиль но и правило так что говорят что при пересечении то есть при выезде на свое половину вот наши три полосы мы должны выехать на свою сторону только на свою половину в это время 2 идущий автомобиль естественно будет выбирать самый легкий путь не выезжая на свечную полосу движения то есть траектория сама говорит вот этот безопасность движения но честно говоря какие самые распространенные ошибки распространенные ошибки они в то что правильно что нам уважаем на этот перекресток с одной стороны мы забываем что с другой стороны смещена перекресток у них тоже горит зеленый сигнал светофора как и у вас если мы поворачиваем налево здесь не забывать остановиться если у нас есть помех с правой стороны убедиться что мы не садим кому помех и при движении потом продолжать движение вот ошибки это со стороны тем более сейчас к нас ремонт идет строительство нового центра у нас плюс ко всему еще ограниченная видимость мы не видим что за этой границе есть вот это же теряются ученики которые двигаются продолжая двигаться дальше не обращая внимание что там может произойти это же самое котаева старостками смещены точно также перекресток только это большом размере этот меньше размер то же самое ошибки в чем при выезде на повороте налива в основном идут ошибки пересечения вот таким вот образом вот эти ошибки этих перекрестков не совершайте таких ошибок да то есть напрямую времени до конца эфира очень 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 мало вот в трех словах нам скажите пожалуйста для того чтобы статей хорошим водителям что нужно кроме своих свои владения потому что водитель Dies день и не менее все ну я под капаса и уже господу стармет dic нормальным человеком должен быть так нормальным хорошим человеком просто быть водителем нужно во первых будет хорошо желание иметь огромное желании чтобы именно вводитьseaeda знание хорошие правила дорожного движения и техника вождения Вот эти три элемента, если они складываются воедино, и все они полноценны, то получается истерия, самое главное, водитель получается. А тот, кто нарушает правила, это не водитель, это женщина с правами, это мужчина с правами, это не водитель, который нарушает правила. Не нарушайте правила дорожного движения, и еще одна просьба к вам, будьте взаимовежливы, особенно это касается якобы опытных водителей по отношению к начинающим. Очень многие новички жалуются на то, что и пикают им, так что будьте терпимы, вы когда-то тоже начинали водить. Напомню, что сегодня в гостях у нас был инструктор по вождению Василий Благов, спасибо вам большое, и начинающий водитель Елена Носова. Лена, удачи, чтобы уверенность появлялась и крепла. Всего доброго, спасибо большое. С вами, дорогие телезрители, мы увидимся завтра в 12.40. 22 октября – это Международный день заикающихся людей. С логопедом Геннадием Галенко говорим об этой проблеме. До встречи. А сейчас смотрите под зарядку, инструктор подскажет вам, как зарядиться энергией.